Добрый день! Знакомый рисунок, не правда ли? Ну, конечно, вы все узнали портрет нашей Солнечной системы. Если Земля — это наш космический дом, то Солнечная система — это наша космическая улица. И как вы видите, вроде все на этой картинке есть. И звезда по имени Солнце, и четыре планеты земной группы, и четыре планеты гиганта, а между ними пояс астероидов. И все же это лишь очень грубый набросок настоящего портрета нашей космической улицы. А чтобы познакомиться с ней поподробнее, давайте совершим прогулку по этой улице. От Солнца и до самых до окраин. Так сказать, познакомимся с нашими соседями поближе. В центре Солнечной системы, очевидно, находится Солнце. Наша главная и единственная звезда. Источник света и тепла для всех планет и жителей. То есть нас. Планеты обращаются по своим почти круговым орбитам вокруг Солнца. При этом период обращения у каждой планеты свой. Так Меркурий совершает один оборот вокруг звезды за 88 земных суток. А Нептун уже за 165 земных лет. Впрочем, это не предел. В Солнечной системе есть тела с периодом обращения в несколько сотен и даже тысяч лет. Из крупных планет ближе всего к Солнцу находятся планеты земной группы. Меркурий, Венера, наша Земля и Марс. Далее. За главным поясом астероидов расположены четыре газовых планеты-гиганта. Самая большая планета Солнечной системы Юпитер. Затем Сатурн с его знаменитыми кольцами. И, наконец, ледяные гиганты. Уран. И Нептун. Но на этом Солнечная система не заканчивается. За орбитой Нептуна протянулся широкий пояс Койпера. Второй пояс малых тел нашей системы. Населенный множеством гигантских ледяных астероидов. А еще дальше расположено облако Оорта. Оно состоит примерно из таких же тел, что и пояс Койпера. Только имеет форму сферы, а не диска. И это самые далекие владения нашего светоча Солнца. Однако Солнце — это рядовая звезда. То есть это обычный гигантский шар горячего газа, вернее, даже плазм. В недрах этого шара идут термоядерные реакции, являющиеся источником его энергии. При этом химический состав Солнца прост. На три четверти оно состоит из водорода и примерно на одну четверть из гелия. Все остальные элементы составляют лишь очень малую часть массы нашей звезды. И хотя Солнце ничем особо не выделяется среди других звезд, в нашей планетной системе оно без преувеличения главный житель. Посудите сами. Оно в 109 раз больше Земли и в 333 тысячи раз массивнее. В Солнце заключено 99,9% всей массы Солнечной системы. По этой причине именно гравитация Солнца не позволяет планетам разлететься в межзвездное пространство. Все они степенно движутся по своим орбитам вокруг нашего светила, даже если находятся очень далеко. Кстати, а насколько велика Солнечная система? В действительности весьма велика. Настолько, что расстояние в ней не измеряют в километрах. Так же, как и вам, не пришло бы в голову измерять свой вес в миллиграммах. Все расстояния в Солнечной системе принято и удобно измерять в особых единицах, астрономических. Одна астрономическая единица равна примерно 150 миллионам километров. А что же это за расстояние? Астрономическая единица соответствует среднему расстоянию между Землей и Солнцем. Хотя и с некоторыми уточнениями, о которых мы поговорим в наших следующих уроках. Итак, радиус земной орбиты по определению равен одной астрономической единице. А размер орбиты Юпитера составляет уже 5,2 астрономической единицы. То есть Юпитер в 5 с небольшим раз дальше от Солнца, чем Земля. А вот Нептун находится на расстоянии уже в 30 астрономических единиц. Дальше от орбиты Нептуна и примерно до 50 астрономических единиц от Солнца простирается поиск Койпера. Наконец, облако Оорта, о котором я упоминал, имеет радиус по крайней мере 50 тысяч астрономических единиц. А ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, расположена всего в 5,5 раз дальше этого облака, на расстоянии около 270 тысяч астрономических единиц. В этом гигантском пространстве Солнечной системы обитают миллиарды и миллиарды тел разных размеров. Но среди них есть несколько самых больших и знаменитых. В первую очередь, это привычные нам планеты. Давайте поговорим о них подробнее. Первые четыре планеты от Солнца называют планетами земной группы. Иногда их еще называют каменными планетами, так как они имеют твердую поверхность. Эти планеты по своему строению и размерам похожи между собой. И в каком-то смысле похожи на нашу Землю. При том, что первая из них — Меркурий. Внешне скорее напоминает Луну. Меркурий — самая первая и самая маленькая из основных планет Солнечной системы. Его поверхность сплошь покрыта кратерами. Своё название Меркурий получил в честь самого быстрого бога римской мифологии. Так как уже в древности люди заметили, что эта планета быстрее всех передвигается по небу. И правда, у Меркурия самый короткий период обращения вокруг Солнца. Всего лишь 88 земных суток. Следующая планета — Венера. Именно её вы иногда можете видеть как очень яркое светило на нашем небе. Незадолго до восхода и почти сразу после захода Солнца. Не зря её иногда называли утренней или же вечерней звездой. Венера — третий по яркости объект нашего неба после Солнца и Луны. Она кажется такой яркой благодаря очень плотной и хорошо отражающей атмосфере, под которой скрывается горячий, негостеприимный мир. Даже спускаемые аппараты, которые садились на её поверхность, могли там работать не более пары часов. Ещё у Венеры есть интересная особенность. В отличие от всех остальных планет, вращается она в одну сторону, а по своей орбите движется в противоположную. Поэтому принято говорить, что Венера имеет обратное вращение. Ну а следующая после Венеры — наша Земля. Крупнейшая из планет земной группы и единственная из них, обладающая крупным спутником — Луной. Меркурий и Венера не имеют спутников вовсе, а у Марса лишь два крохотных спутника. О Земле я вам уже рассказывал в подробностях. Но вот что хочу добавить. Земля — это единственная планета Солнечной системы, название которой не отсылает никому из богов или людей или литературных персонажей. Впрочем, Земля вообще особенная во всех смыслах этого слова. Чего только стоит один факт, что Земля — это единственная известная нам планета во Вселенной, на которой есть жизнь. Что ж, теперь отправимся дальше. Последняя из планет земной группы — Марс. Свой знаменитый красноватый оттенок эта планета получила из-за большого количества соединений оксида железа. Или попросту ржавчины. Эти соединения содержатся в атмосферной пыли и на поверхности Марса, которую вы видите на этой фотографии. А еще на Марсе заметны полярные шапки, похожие на полярные шапки Земли. Правда, они состоят не только из обычного водяного льда, а в основном из сухого льда, то есть из замерзшего углекислого газа. Далее за орбитой Марса находится главный пояс астероидов. Само слово астероид сложно от двух древнегреческих слов. Первое хорошо вам знакомое — астер, что значит «звезда». А второе слово — идос, означает «облик». Получается астероид, имеющий облик звезды, похожий на звезду. Но, конечно, не в том смысле, что он, как наше Солнце, излучает свет, и что в его недрах идут термоядерные реакции. Просто эти камни настолько маленькие по космическим меркам, что разглядеть их форму с Земли практически нереально. Даже в самый современный телескоп они выглядят как маленькие тусклые звездочки, медленно плывущие по небу. Слово «астероид» наверняка вам привычно и знакомо. Хотя в наши дни для астрономов это уже скорее исторический термин. Тела пояса астероидов с научной точки зрения правильнее называть «малыми телами Солнечной системы». При том, что самая крупная из этих тел — Церера — не такая уж и малая. Ее относят вообще к карликовым планетам. Наверное, я вас уже запутал. Астероиды, карликовые планеты, малые тела. А что где-то есть большие тела? Прежде чем двигаться дальше, давайте все-таки разберемся в классификации тел Солнечной системы. В астрономии принято, что все естественные тела, которые обращаются вокруг Солнца, подразделяются на три типа. Это планеты, карликовые планеты и малые тела. Существует и три критерия, по которым можно отличить тело одного типа от другого. Во-первых, отсутствие внутреннего термоядерного источника энергии. Во-вторых, достаточно большая масса, чтобы тело смогло принять сферическую форму. И в-третьих, это способность тела расчистить свою орбиту от других тел похожего размера. Если тело соответствует всем трем критериям, то оно называется просто планетой или основной планетой. Таких в Солнечной системе всего восемь, от Меркурия до Нептуна. Если тело отвечает только первым двум критериям, то это карликовая планета. Таковыми, например, являются упомянутая мною Церера и известный вам Плутон. А всего на сегодняшний день нам известно пять карликовых планет. И, наконец, если выполняется только первый критерий, то такой объект и называется малым телом. Большинство известных малых тел расположены как раз здесь, в главном поясе астероидов. Они настолько малы, что открыть их удалось только в XIX веке, в самом его начале. 1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиаце открыл первый объект. Как раз ту самую Цереру, которую впоследствии повысили до звания карликовой планеты. Главный пояс простирается в интервале от двух до трех с половиной астрономических единиц от Солнца. Его население — это небольшие каменные, железные или железокаменные глыбы, размеры которых гораздо меньше любой из планет. От нескольких десятков метров до нескольких километров. В настоящий момент открыто уже почти миллион астероидов, но в реальности их гораздо больше. По крайней мере, не меньше 25 миллионов. И это только тех, что имеют размеры более 100 метров. А количество камней меньшего размера можно исчислять миллиардами. А откуда взялся этот рой камней? И почему именно здесь? Считается, что пояс астероидов — это место, где так и не смогла сформироваться еще одна крупная планета. И причиной этого, скорее всего, стало сильное тяготение гиганта Юпитера, который находится как раз за этим поясом. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он в 11 раз больше Земли и в 318 раз ее тяжелее. И в отличие от планет Земной группы, Юпитер не имеет твердой поверхности в привычном для нас смысле этого слова. Это газовый гигант. Как и Солнце, он состоит главным образом из водорода и гелия. Будь он раз в 100 потяжелее, он мог бы стать второй нашей звездой. А так, это всего лишь планета, обладающая атмосферой толщиной в 45 тысяч километров. Атмосфера Юпитера, ее облака и вихри во внешних слоях — визитная карточка этой планеты. На Юпитере случаются и настоящие ураганы. Причем один из них, названный «Большое красное пятно», наблюдают вот уже более 300 лет. Кроме того, Юпитер знаменит многочисленным семейством своих спутников, из которых нам известно уже 79. И большинство этих спутников — небольшие астероиды, захваченные из главного пояса сильным тяготением. Но есть у него и спутники, не уступающие по размерам и некоторым планетам. Четыре самых больших спутника Юпитера — Ио, Европа, Ганимед и Калиста — были открыты Галилео Галилеем еще в 1609 году. При этом Ганимед — самый большой спутник не только у Юпитера, но и во всей Солнечной системе. Он даже больше, чем планета Меркурий. Галилеи и спутники Юпитера были первыми телами в истории, про которые стало точно понятно, что они обращаются не вокруг Земли и даже не вокруг Солнца. Чем еще примечательен Юпитер? Ну, например, тем, что у него есть кольца. Нет, я ничего не путаю. Система колец есть не только у Сатурна, но и у каждой планеты-гиганта в Солнечной системе. Кольца Юпитера, правда, очень тонкие и почти незаметные, чтобы их можно было наблюдать с Земли даже в телескоп. Поэтому их обнаружили только в 1979 году, когда космический аппарат Voyager 1 пролетал около Юпитера. Кольца следующей планеты, Сатурна, конечно, куда более знамениты. К слову, они были впервые замечены все тем же Галилео Галилеем. Эти кольца представляют собой сверхтонкий, толщиной не более 1 км диск из множества мелких ледяных и каменных осколков. Скорее всего, когда-то все они были частью одного из крупных спутников Сатурна. Но тот со временем оказался на слишком близкой орбите и был разорван приливными силами. Этого могло и не произойти. И тогда Сатурн внешне был бы очень похож на Юпитер. Такой же газовый гигант, с той лишь разницей, что Сатурн весит в три с лишним раза меньше. Для своих размеров это легкая планета. Как результат, его средняя плотность оказывается даже меньше плотности воды. Поэтому иногда говорят, что если бы Сатурн можно было погрузить в воображаемый колоссальный космический бассейн, то он бы в нем просто плавал. Интересно, что если четыре планеты земной группы в общем похожи друг на друга, то планеты-гиганты нет. Наши самые дальние соседи, Уран и Нептун, хоть и являются также газовыми гигантами, но в их состав входят и различные виды льда. Как из воды, так и, например, льды из метана и аммиака. И это неудивительно, ведь обе планеты находятся на расстоянии более 20 астрономических единиц от Солнца. Здесь на поверхность каждой из них попадает недостаточно солнечного тепла, чтобы поддерживать высокую температуру. А чем же интересны эти планеты? Например, Уран с большим трудом можно заметить на небе невооруженным глазом. Он слишком далек, поэтому он является первой планетой, открытой при помощи телескопа. Это случилось в 1781 году, а его первооткрывателем был британский астроном Уильям Гершель. Впрочем, есть свидетельства о том, что Уран наблюдали еще в античности, просто считали его обычной звездой. Пожалуй, самая знаменитая особенность Урана в том, что ось его вращения почти точно лежит в плоскости его орбиты. Поэтому в некотором смысле он не столько вращается, сколько катится по своей орбите. У последней большой планеты, ледяного гиганта Нептуна, тоже есть своя интересная особенность. Эта планета расположена еще дальше, чем Уран, и тоже была открыта при помощи телескопа. Но не случайно, а вследствие аккуратных математических расчетов. В 19 веке астрономы заметили, что движение Урана в космосе не согласуется предсказаниями, основанными на законе всемирного тяготения Ньютона. Эти отклонения были вызваны гравитационным влиянием близкой, но неизвестной еще планеты. В начале 40-х годов 19 века британец Джон Адамс и француз Урбен Леверье независимо друг от друга рассчитали возможное положение этой недостающей планеты. А уже 24 сентября 1846 года Нептун был открыт астрономами Берлинской обсерватории Иоганном Галле и Генрихом Доре, причем в той области неба, где и было предсказано. И прежде чем двигаться дальше по просторам Солнечной системы и посетить поиск Ойпера, давайте сначала перенесемся во времени, на почти столетие назад в Америку. Там 18 февраля 1930 года была открыта девятая на тот момент планета Солнечной системы Плутон. Открытие совершил молодой американский астроном Клайд Томбо. И с самого начала Плутон оказался каким-то нестандартным. Он был слишком маленьким, в полтора раза меньше Луны, слишком легким, легче Луны в шесть раз, со слишком вытянутой орбитой, сильнее, чем у Меркурия. К тому же его орбита оказалась еще и сильно наклонена к плоскости эклиптики. Но открытие было совершено, и Плутон более чем на семь десятков лет занял свою законную девятую строчку в списках планет всех учебников астрономии. Однако этому не суждено было продолжаться вечно. Еще при жизни Томбо в 1992 году другие американские астрономы Дэвид Джуэт и Джейн Лу сообщили об обнаружении нового небольшого астероида, орбита которого, однако, расположилась в той же области Солнечной системы, что и Плутон. Причем в полтора раза дальше от Солнца. Астероид получил обозначение 1992 QB1, а потом и собственное имя – Альбион. Этим открытием было положено начало исследованию объектов дальнего пояса астероидов, который получил название в честь Джерарда Койпера, нидерландского и американского астронома середины XX века. Как считается, этот пояс существенно шире и богаче главного пояса астероидов. Но по причине его удаленности наблюдать объекты пояса Койпера гораздо сложнее. Поэтому и открыт он был лишь в конце XX века. Тем не менее, по состоянию на начало 2020 года в этой области пространства было обнаружено более 2500 объектов. Причем орбиты почти 700 из них известны достаточно точно. Но что важно, среди этих далеких тел нашлось несколько сравнимых по размеру с Плутоном или даже больших. Это объекты Эрида, Хаумея и Макимаки. В свете этих открытий стало понятно, что Плутон лишь одно из многих подобных тел, расположенных за орбитой Нептуна. И называть его девятой планетой не очень-то и честно. Иначе тогда необходимо назвать планетами еще как минимум три тела. А это сильно усложнило бы жизнь школьникам, изучающих астрономию. Но если серьезно, то именно по этой причине в августе 2006 года Ассамблея Международного Астрономического Союза сформулировала четкое определение планеты, о котором мы говорили в начале, и приняла решение считать Плутон, Ириду и крупнейший астероид Цереру карликовыми планетами. Впоследствии список таких планет еще пополнился транснептуновыми объектами Хаумея и Макимаки. В итоге в Солнечной системе стало на одну основную планету и на один астероид меньше, но зато появилось пять карликовых планет. Примечательно, что за восемь месяцев до этого исторического решения в январе 2006 года к Плутону была отправлена автоматическая станция «Новые горизонты». Тогда Плутон еще считался планетой, причем единственной, рядом с которой не пролетали земные аппараты. «Новые горизонты» достигли своей цели в 2015 году. Благодаря пролету этой станции мы смогли впервые за 85 лет увидеть поверхность Плутона, недоступную для наблюдений даже в телескоп имени Хаббла, а также смогли рассмотреть вблизи пять спутников этой планеты. Интересно, что льды, которыми покрыт Плутон, оказались довольно молодыми. На них было мало кратеров, которые должны были бы образоваться за долгие миллиарды лет столкновений с небольшими телами пояса Койпеля. Это означало, что маленький Плутон на самом деле геологически активное тело. Неожиданно. Вообще большинство тел пояса Койпера или покрыты льдами, или сами представляют собой гигантские снежки. Иногда такой снежок, под действием гравитации больших планет, меняет свою орбиту и начинает двигаться к Солнцу. Чем ближе он оказывается к нашему светилу, тем больше он нагревается, начинает испаряться и превращается в комету. Вернее, в ядро кометы. Вокруг ядра кометы образуется туманная кома, а в направлении от Солнца у нее образуется газополевой хвост. Сегодня известно почти 7 тысяч таких тел, движущихся по очень вытянутым орбитам. Но, правда, только для 400 из них удалось рассчитать период их обращения вокруг Солнца. Многие кометы являются объектами пояса Койпера. Те из них, периоды которых меньше 200 лет, называются краткопериодическими. Раз в период они посещают внутренние области Солнечной системы, подходя очень близко к Солнцу в перигелии. Но есть кометы, периоды обращения которых составляют многие сотни или даже тысячи лет. А комета 2001С1, которую нам выпал шанс наблюдать в 2001-2002 годах, имеет период, равный примерно 7 миллионам лет. Это долгопериодические кометы. Они, как считается, берут свое начало в облаке Уорта, на самых дальних рубежах Солнечной системы. Своё название это облако получило в честь другого астронома, Яна Уорта, родом также из Нидерландов, как и Джерард Койпер. Можно ли сказать, что облако Уорта и есть граница нашей Солнечной системы? И да, и нет. Материальная граница? Да. Но если мы посчитаем, на каком расстоянии притяжение Солнца действует все еще сильнее, чем притяжение близлежащих звезд, то окажется, что радиус Солнечной системы составляет порядка 150 тысяч астрономических единиц. Все, что оказывается внутри этого радиуса, в принципе, может быть захвачено Солнцем и стать частью нашей системы. Хочется надеяться, что человечество когда-то сможет выйти и за эти границы тоже. Во всяком случае, уже сейчас несколько космических аппаратов, такие как Новые Горизонты или аппараты серии Voyager, с каждым днем оказываются все дальше и дальше от Солнца. Это первые вестники человечества в межзвездном пространстве. Ну а напоследок я вам хочу рассказать одну очень дорогую для себя историю. Кстати, каждый из вас ее может прочитать в замечательной книге Карла Сагана «Голубая точка». 14 февраля 1990 года сотрудники НАСА решили развернуть аппарат Voyager 1, летящий от Солнца со скоростью более 64 тысяч километров в час, и сфотографировать планеты нашей системы. К тому моменту путешествие Voyager длилось уже почти 13 лет, так что он находился на расстоянии в 6 миллиардов километров от НАСА. В течение нескольких месяцев аппарат передавал свои снимки на Землю, в результате чего ученым удалось сделать семейный портрет Солнечной системы. Вот он. Обратите внимание на эту бледно-голубую точку. Это Земля, наш с вами общий дом. И как заметил Карл Саган, это соринка, подвешенная в солнечном луче. И добавил. Говорят, что занятие астрономией воспитывает смирение и характер. Вероятно, ничто так не демонстрирует бренность человеческих причуд, как это далекое изображение крошечного мира. По-моему, оно подчеркивает, какую ответственность мы несем за более гуманное отношение друг к другу. Как мы должны хранить и оберегать это маленькое голубое пятнышко, единственный дом, который нам известен. На этом я, Степан Санников, прощаюсь с вами. До новых космических прогулок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok